Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Добро пожаловать на канал ИнстаФорекс ТВ! Вы смотрите новости в студии Анна Касаткина. В центре внимания рынка торговые споры. Противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира усиливается. Аппетит к риску заметно угас, после того как США и Китай вновь обменялись угрозами и дали понять рынку, что они не намерены идти на уступки. Масло в огонь сегодня подлили китайцы, назвав действия Белого дома экономическим терроризмом. Волна беспокойства за мировой рост прокатилась по финансовым рынкам. Основной удар принимают на себя рисковые активы. Американской валюте удалось удержаться даже после серьезного падения доходности 10-летних гособлигаций США. За ночь показатель просел до самого низкого уровня за два года. Доллар в корзине основных конкурентов в четверг торгуется вблизи двухлетнего максимума. На уровне 98.19. Его статус мировой резервной валюты имеет тенденцию привлекать к себе внимание в периоды рыночных потрясений и политической напряженности. Рост доллара продолжает получать подкрепление от слабого евро из-за нового политического столкновения Италии и ЕС. Валюты убежища должны выиграть от торговой войны. Бегство от риска всегда помогает японской иене. Сегодня пара USDJPY торгуется с ростом на отметке 109.76, что выше вчерашнего закрытия. В среду котировки снижались до уровня 109.15. Положительную динамику в азиатскую сессию также продемонстрировал австралийский доллар. Пара австралийский доллар против американского выросла до отметки 0.6930, несмотря на выход слабых данных о капитальных затратах в частном секторе Австралии. Трейдеры оставили без внимания показатель, не оправдавший прогноз. Сейчас рынок ждет публикации еженедельных заявок на пособие по безработице в США. Трейдеры также сосредоточатся на второй оценке показателей роста ВВП в первом квартале, чтобы определить состояние мировой экономики.